Продолжим говорить тоже с красивой девушкой. У нас в гостях Ксения Федорова, продюсер мультифликационного фильма «Домой». Мультфильм, о котором мы уже рассказывали в нашей программе, признан лучшим анимационным фильмом на четвертом кинофестивале «Перерыв на кино». Поздравляем создателей, Ксения, у вас в частности. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, давайте расскажите, где проходил фестиваль и когда было вручение? Сама церемония награждения проходила в Санкт-Петербурге. Буквально вот в ту субботу мы на днях вернулись из Питера. А география всего фестиваля очень обширная. Буквально от Владивостока до Калининграда. Всю конкурсную программу показали в более чем, если я не ошибаюсь, 120 населенных пунктах нашей страны и в 11 европейских городах. А центральным событием стал кинопоказ в Берлине 9 мая, буквально там в нескольких шагах от Рейхстага. Ну и фестиваль, собственно, и посвящен фильмам Великой Отечественной войны. Давайте расскажите, пожалуйста, про сам ваш проект. Вкратце, буквально в двух словах, что это такое, какова длительность и о чем? Мультфильм «Домой» называется. Он посвящен Великой Отечественной войне и тому, как наши солдаты, герои Великой Отечественной войны возвращались домой. Центральным образом является поезд победы, который мчится по всей стране и воссоединяет солдаты с их близкими. Мультфильм мы делали, наверное, год, может быть, даже с лишним. Он полностью сделан из пастелина. Вот мы, кстати, сейчас можем прям посмотреть небольшой отрывочек. Лучше один раз увидим. Да, один раз увидим лучше. Давайте посмотрим. Дым паровоза, наша теплушка, старый солдатский вагон. Подоль подкоса лица старушек, лица сестрен и желтых. Домой стучат колеса и стучат сердца. Домой с войной мы рассчитались до конца. Не все из нас смогли вернуться в край родной. Разбив врага, мы возвращаемся домой. Несмотря на такую серьезную тему, все-таки мультфильм получился очень милым, очень душевным. И сейчас небольшое задание нашим зрителям. Вы услышали голос. Подумайте, чей этот голос? Он вам знаком. Он вам очень знаком. Через буквально минуту мы ответим на этот вопрос. Все это делалось вручную, да? Да. Я правильно понимаю? Каждый кадр. Каждый кадр. И длительность самого мультфильма? 4 минуты 13 секунд. Это более 6000 кадров. И представляете, каждый кадр нужно вылепить вручную. Ну, я так понимаю, если год ушел на эту работу кропотливую. Да, это просто невероятно. Сколько было конкурентов? Какие были конкуренты? Какие были другие проекты представлены? Ну, вы знаете, если честно, я не знаю, сколько было конкурентов, потому что меня не было в отборочной комиссии. Но еще анимационная работа была одна, представленная и стала лауреатом. Там тоже такая очень трогательная тема. Девочка делала 16 лет из Ярославля. Про то, как спасали животных во время блокады Ленинграда в зоопарке. Ей дали призрительских ситуаций. То есть она одна это делала? Да, да. Ничего себе. Такая любительская, но довольно хорошая работа получилась. А кто оценивал работу? Вообще, в экспертной комиссии были и организаторы фестиваля, потом само событие происходило на Ленфильме, сотрудники Ленфильма, профессиональные кинематографисты и молодежный сектор Союза кинематографистов Питера. Вот покажите нам, с чем вы пришли. Вот у вас диплом, в какой номинации это какая-то номинация была? Лучший анимационный фильм. Лучший анимационный фильм «Домой». Нам дали. Замечательно. Данилу Фазрахману очень большой привет. Да, ну и здесь я еще хочу сказать, добавить, что немаловажную роль, а может быть даже одну из главных, внес, наверное, вот все-таки в озвучание. Озвучание это голос, замечательный голос нашего любимого певца, артиста. И все-таки давай не будем интригу создавать. Это Ренат Ибрагимов. Ренат Ибрагимов, да, его голос. Продолжаете ли вы с ним сотрудничество или намечаете что-то в планах у вас в дальнейшем? Да, у нас сложился очень крепкий творческий тандем. И вот после этого мультфильма сейчас у нас уже, надеюсь, что этой осенью будет вновь премьера. Мы делаем музыкальный, опять-таки, сериал. И вот первая серия, в ней тоже исполняют песню Ренат Ибрагимов. Первая серия. Замечательно. Будем ждать. Это очень большая работа, наверняка, опять, да, поэтому мы вам желаем... Удачи, успехов. Усердия, успехов. Ну и пускай все получится. И очередных побед. Спасибо вам большое. Конечно. Ждем вас с новыми наградами. А мы вас ждем на премьеру. Все договорились.